Салам, родные мои. Добро пожаловать на канал и добро пожаловать на новую серию пути до кастомного самолёта без доната. Сегодня я постараюсь заработать как можно больше денег, а также посмотрю обновлённую работу на Аризон РП. А вот какая именно работа, вы узнаете, посмотрев данный видеоролик. А я сразу напоминаю, что играя на 17 сервере Аризон РП, мой ник Лил Хеннесси и промокод хэштег фавелка шоу. При достижении 6 уровня отпишитесь мне в дискорде или в телеграм-канале, что вы достигли 6 уровня, ввели мой промокод и я вам скину 1 миллион. Ну что, не буду затягивать, поэтому сразу желаю приятного просмотра. А мне-то как жаль. Правда в том, что после стольких лет начинаешь терять не только аппетит. Когда так долго носишь маску, то забываешь, кто ты под ней. Короче, для начала начнём с простого. Погнали проверим, можно ли сейчас пофармить тёмную удачу. Я просто хочу ещё валтаны пофармить, продать их, и мне кажется, неплохо так заработать с этого дела пока делать нечего. А потом я планирую взять в аренду кастомный самолёт. Так, ну в принципе, только что сюда приехал челик. Давайте проверим, может быть, можно реально забрать что-нибудь. Короче, нифига подобного, нельзя ничего забрать. Каждые 2 часа, видимо, тёмная удача стала популярная. Вот, поэтому, наверное, пока полетаю на кастомном самолёте. Так, кстати, я когда-то там ставки делал, ты же не забыл, да? Погнали посмотрим, там вроде чё-то я проиграл в основном, а не выиграл. Так, короче, здесь я выиграл, и вот здесь тоже выиграл. Итого у меня 200 миллионов имеется, погнали смотреть, какие ещё ставки можно поставить сейчас. Товарищеская игра, кстати, по футболу есть интересная Севилья Монако, и я поставлю на Севилью. Всё, заряжаем 1 миллион на неё. А, ну ещё, конечно же, на Манчестер Юнайтед надо тоже зарядить. А в остальном всё, больше ничего интересного я здесь не нашёл. По Arizona Pass квестам давайте посмотрим, что у меня имеется. Короче, выгодный обмен, обменять нужно донат на центральном рынке. Более-менее возможный квест, который можно выполнить, это закрасить чужие граффити на гетто. И один из таких, ну, не самых любимых квестов, потому что муторно, долго, медленно, это 9 рейсов на металлоломе. Очень сильно не люблю вот эти квесты, которые выполняются долго, медленно, и при этом всём эти квесты тебе особо ничего и не дают. Типа здесь просто опыт, здесь опыт и здесь ларец олигарха. Нашёл я, короче, люксор сейчас за полтора миллиона в час, и как раз на часики я его сейчас себе и возьму. В целом, если у меня сейчас этот час пройдёт хорошо, то я, возможно, возьму ещё на один часик, чтобы прям побольше заработать. Просто банально я из тех игроков, который не может там 2-3 часа всё время летать на самолёте и фармить себе. Я тупо устаю после уже первого часа работы. Бля, если честно, я дебил, надо было в Лас-Ан-Тур слететь. Всё, короче, беру себе самолёт в аренду. Теперь главное не забыть в него сесть, потому что потом придётся второй раз проходить медапсмотр. Берём скейт для более быстрого передвижения, конечно же, переодеваемся и проходим медобследование. В целом, если я сейчас не тупой, то я пройду быстрое медобследование. Всё, самое сложное я прошёл, это зрение. Ну, в целом, где-то в 20-22-23 я уже начну это всё дело. Где-то, ну, пускай минут 5, а сейчас потеряю на всё это медобследование, и получается, что у меня есть 55 минут заработать как можно больше. А так как уже следующий день настал, и я вчера делал ставки, то нужно будет ещё сгонять и проверить, выиграли мои ставки или нет, потому что, ну, типа я как бы не следил за ними в реал лайфе. Время аренды у меня уже закончилось, чтобы вы понимали. Но при этом я ещё работаю на самолёте, потому что саму аренду у меня никто не отменял. Поэтому пользуюсь возможностью и продолжаю работать. А так, у меня уже 2 ларца есть пилота, и пока что 1 ларец премии выпал. Ну и ещё, кстати, 1 ларец тидекс. То, что у меня сейчас на фоне обычная гташка, а не моя сборка, сорян, через секунду всё исправлю, а также обновлю 1 баг, который я нашёл, пока работал. Я этот баг устраню в своей сборке и обновлю ссылочку на её скачивание. Поэтому, если у вас какие-то проблемы были на моей сборке, то переходите и уже на обновлённые ссылки качайте, устанавливайте и играйте. Ну и плюс я спокойно прям продаю 2 ларца пилота за 800 тысяч и получаю с этого 1 миллион 536 тысяч. Короче, погнал я дальше работать, пока у меня не отменили аренду, и с этого максимально фармить. Короче, время уже 22.11, я иду уже на следующий рейс, и у меня аренда всё ещё не слетела. И при этом у меня на балансе уже 210 миллионов. Короче, где-то плюс 10 миллионов я точно уже заработал. Короче, снова вечер, снова хочу себе найти самолёт в аренду, а пока что снова еду забирать свои ставки, которые очень надеюсь, что сыграли. Ммм, даааа, вот это я понимаю, не угадал, так не угадал. Короче, пока ставки больше делать не буду, но это только временно. Конечно же, я к этому делу ещё вернусь. Так, короче, прибыл я на центральный рынок, давайте обменяем валюту на азекоины. 50 тысяч отдаём, и что-то как-то вообще ничего не происходит. Давайте ещё раз. Ой-ой-ой, а вы прикиньте, сколько ещё денег, наверное, мог потерять, если бы я реально купил бы 50 тысяч азекоинов. Нужно же ввести количество азекоинов. Один. Всё, слава богу, ямая дебил сейчас был бы. По поводу квеста, короче, фракционного, закрасти чужие графики на улице гетто три раза, я сейчас поеду по-умному поступлю. Я сейчас возьму квест у себя на спавне, и там будет задание, за которое можно ещё дополнительно получить награду. Суть одна и та же будет. Значит, подходим к Джону, берём квестовое задание, и тут нужно будет красим стены. Единственное, здесь нужно будет закрасить пять граффити, а у меня по батл пассу три, поэтому закрасим пять. Но для начала нужно найти дешёвый баллончик с краской. Ага, мне нужно было не сюда, а мне нужно, получается, на АЗС ехать. Но что-то мне говорит о том, что ближайший АЗС мне ничего хорошего не сулит, и, скорее всего, там будет очень дорогой ценник. Ну, короче, да, 30 тысяч стоит один баллончик с краской. Ладно, поеду, я, наверное, покатаюсь по АЗСкам, посмотрю, в ближайшие АЗСки какие там цены, и если ничего дешёвле 30 тысяч не будет, то, наверное, куплю за 30 тысяч. Ну, а, возможно, я всё-таки найду скорее аренду себе кастомного самолёта и часик полетаю. Короче, заправка, которая находится около Вайнвуда, тут стоит всего лишь краска 5 тысяч. Я не знаю, сколько надо там, я куплю сразу пять для каждого граффити, но, возможно, нужно только один баллончик было купить. А теперь мне предстоит самое сложное. Мне нужно найти эти самые граффити, так ещё и чтобы они были чужой бандой, чтобы их можно было закрасить. А я вообще не знаю, где эти граффити находятся, поэтому буду искать. Так, окей, моё первое граффити, которое я нашёл, именно не принадлежащее нашей банде, это было очень сложно. Так, берём баллончик с краской, использовать, и тут нужно чё-то типа 31-2, окей, давайте видим. Так, окей, Лил Хеннесси закрасил граффити, общак организации пополнен 200 патронами. Ну ладно, короче, поехал я так 5 граффити искать, надеюсь, у меня получится. Задание из батлпасса я сейчас выполнил, можете видеть, награду я получил. Ну и задание, которое чисто я от банды взял, тоже завершил, 6 азакойнов за это получилось. Смотрите, какое мбовое место, раз граффити, и сразу 2 граффити. Так, выгнал я к боту, заберу у него награду ещё, и буду кайфовать. Всё, короче, задание завершил, всю награду я свою получил, и вроде довольно-таки неплохо, и вроде как даже быстро, учитывая, что я не знал, где находится граффити. Короче, я чё узнал, оказывается совсем прям недавно, вчера или позавчера, была обновлена работа дальнобоев, там была повышена зарплата, были добавлены новые ларцы, и был добавлен новый лут. В принципе, то, о чём я и просил. Спасибо Аризона, что услышала меня. Поэтому ставим на свой скейт, и отправляемся на работу. Оказывается, что работать я много не буду, хочу чисто один рейс сделать, посмотреть, сколько будет зарплаты, ну и в принципе, посмотреть, может выпадет что-нибудь новенькое. А, бля, я же не работаю дальнобоем, окей. Тогда давайте, короче, машину возьму, на этом будет быстрее. Я же сборочку обновил, сейчас уже снимаю на обновлённой сборке версия 2.0, ну и в принципе, это не обновление предыдущей сборки, а это немного другая сборка, подходящая для большего количества компьютеров и требующая меньше ресурсов. Поэтому, по поводу прошлой сборки, я там всё посмотрел, особо ошибок нету в ней. Вот, в принципе, то, что у меня было, это чисто я уже сам добавлял, сам тестил, и поэтому у меня были краши, лаги. Но в ближайшее время, я солью вам обновлённую версию 2.0, она на лаунчер, и на обычный сам пойдёт. Ну а работа дальнобойщика, у нас доступна с 16 уровня. И если кому интересно, то есть ещё ежедневное задание, которое тоже можно выполнить, это дальнобойщики, тут нужно будет... Короче, тут не знаю, что нужно будет сделать, просто под опрещение, что здесь есть ошибка. Вроде как не 7, а 6 или 8 грузовиков нужно будет сделать. В наличии 4 грузовика, поэтому берём в аренду какой-нибудь 1. Короче, берём топливо и отправляемся. Ну чё, я взвесился, и давайте посмотрим, сколько я сейчас заработаю. А вроде разницы и нету, 128 тысяч. Типа, ну зарплату вроде точно не повысилось, может лут изменился, но вот именно зарплата не. Надо будет проверить на кастомке, короче. Второй рейс у меня даже оказался лучше, я выбил аренду дальнобойщика. Давайте посмотрим, чё из него выпадает сейчас. Ага, добавили вечный индикатор голода сюда, и набор бронежилетов. А в остальном, так смотрю, вроде то же самое, что и было. Я думаю, что вечный индикатор голода, это то, что как раз таки и повышает сейчас интерес к данной работе. Но мой интерес на данный момент заключается в том, чтобы поехать на центральный рынок и найти там антибиотики, потому что я болею коронавирусом, и я теряю по 2 хп. Я прекрасно понимаю, что у меня как бы есть лавка, я могу её поставить, продать всё, что у меня есть, но я сейчас фастиком быстро продам все свои вот эти вот ларцы, рулетки и так далее, и посмотрим, сколько я заработаю. Только я не буду трогать ларцы Тидекс. Вот это вот просто какое-то чудо, я уже думал, что всё, я ничего не найду, но я нашёл, и покупаю сразу 10. Минус 75к, но при этом у меня уже 212 миллионов на балансе, плюс у меня есть ларцы Тидекс, которые стоят почти по миллиону, и в целом всё. Ну что, родные мои, надеюсь, что вам понравился данный видеоролик, вы его посмотрели с удовольствием, и уже пишите свой комментарий по поводу того, когда же новая серия. Ну а я с вами прощаюсь, поэтому желаю всем удачи, и до скорой встречи. Субтитры сделал DimaTorzok,